Путник В одной России более 70. А между тем, эта наорога, расположенная неподалеку от райцентра Хвалынска, непростая. Она ведет к храму усадебному и к самой усадьбе Александрия графов Медомов, представителей знаменитого, знатного немецко-привалтийского дворянского рода. Когда-то Медомы основали столицу Курляндии Метаву. В 1870-х годах граф Оттон Людвигович Медом купил 6 десятин земли в Хвалынском уезде Саратовской губернии. И здесь им была основана усадьба Александрия. Она, по существу, появилась на свет из простого человеческого счастья, из любви, как подарок к бракосочетанию с Александрой Дмитриевной Нарышкиной. Собственно, усадьба названа именно в ее честь, а не, например, вслед за египетской Александрией или Александрийским маяком. Основатель усадьбы граф Оттон Медом был уездным предводителем дворянства и председателем управы. Проявил себя наилучшим образом в борьбе с голодом в Поволжье. Тогда случился неурожай. Это 1891 год. Более того, он смог вступить в диалог с людьми и остановить таким образом последующие беспорядки времен эпидемии холеры. Такая служба приведет к стремительному карьерному росту. Медова назначили вице-губернатором Воронежской губернии, потом губернатором Великого Новгорода. На пике карьеры он станет сенатором и членом Государственного Совета. Александрия сама по себе типичная усадьба посткрепостнического периода, то есть выстроенная после отмены в 1861 году крепостного права. Тогда на смену дворянским гнездам дворцового типа пришли поместья экономии, приносящие прибыль хозяйства с развитой хозяйственной инфраструктурой. Поэтому барский дом довольно скромен, зато сколько хозяйственных построек стояло вокруг. Силусная башня, амбары, оранжереи, деревянный ледник, ферма, сыродельня, а еще хлебная пристань и рыбные ловли на Волге. Но впрочем, ни одним фермерством, ни одним хуторянством здесь все ограничивалось. Сохранились остатки пейзажного парка, его аллеи и вот за моей спиной рукотворный пруд. Вид через пруд на Александрию, такой, как задумывали хозяева, медомы. 1907 год постройки на фасаде здания мельницы. Кто же знал, что когда эти цифры выкладывали, всему усадебному миру медомов оставалось жить чуть больше десяти лет. Вот видите, какой разгром, какое запустение. Больно смотреть на Александрию изнутри. История этой усадьбы имеет свои трагические страницы. Революция, гражданская война привели к катастрофе в истории рода медомов. Надо сказать, в этой усадьбе действительно заботились о крестьянах. Кроме того, медомы выступали попечителями социальных учреждений округа. Крестьяне платили им взаимностью. После революции и после того, как их имущество было национализировано, семья медомов переехала в Холлиск. Что случилось потом, в период голода и эпидемии? Основатель усадьбы Оттон Людвигович эмигрирует в Германию. Его сын Александр, который в годы Первой мировой войны перешел в православие, занимал активную общественную позицию. Он много критиковал сотрудничавших с советской властью деятелей русской православной церкви и саму советскую власть. За идеологическое противостояние новому режиму, имевший широкий авторитет в крестьянской и религиозной среде, бывший помещик Александр Мэдом арестовывался, заключался в тюрьму, писал оттуда письма, полные христианских настроений. В 1925 году умирает его жена, в 1926 больная дочь, инвалид Елена, потом тюрьма в Саратове, ссылка в Сызраль. Снова тюрьма и смерть от туберкулеза в тюремной больнице 1 апреля 1931 года. В то время стало эпохой рывков, спешного восстановления страны жесточайшими, но возможно и неизбежными методами, когда в условиях всеобщей мобилизации были жертвы. Потом победа в Великой Отечественной войне вновь консолидирует красных и белых патриотов. А Александра Мэдома, человека, несомненно, смелого, очень честного, искренне веровавшего, в 2000 году причислили к лику святых, исповедников и новомучеников российских. Дворянских гнезд заветной аллеи, забытый сад, полузаросший пруд. Как хорошо, как все знакомо тут. Сирень и резидаи и помеи, и георгины гордые цветут. Так было. А сейчас Александрия в запустении. Она разрушается, уходит в прошлое. Но дорога, как вы помните, ведет к храму. Вот он, чудный образец архитектуры модерна, построен в 1913 году, воспроизводит формы старорусского стиля. Называется храм в честь святых, равноапостольных Константина и Елены. Назван так, поскольку Еленой звали дочь Мэдомов. Его восстановили, отреставрировали на собственные средства потомки этого рода, ныне живущие в Германии. И такой пример восстановления, конечно, дает надежду, связанную с тем, что, может быть, и с самой усадьбой ситуация изменится к лучшему. Но какая она на сегодняшний день? Журналисты писали, что местные власти продали усадьбу, то есть особняк, 120 соток земли, частному лицу за бесценок. А это частное лицо перепродает купленное уже по завышенной цене. И хочется спросить, неужели усадьба бывшего царского губернатора, члена Государственного Совета и его сына, причисленного к лику святых, должна оставаться заложницей коммерческих спекулятивных схем? Мы считаем, что власть, инвесторы, общественники из числа членов общественной палаты Российской Федерации все еще могут, должны спасти усадьбу Александрия от гибели. Из нее вполне можно сделать туристический центр, музей, некий региационный объект. А не спасут тогда вся красивая, возвышенная, исполненная служением Родине, все еще живая в камне, в парке, в усадебном мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова